Я знаю, что вам интересно. Многие, наверное, ждали этого всего видео. На моих губах найденное, наконец-то, их просто невозможно найти, их так быстро разбирают. Помада матовая от Maybelline в скандальном, кобальтово, даже каком-то фиолетово-синим цвете. Я вам показывала в одном видео фиолетовую, классическую фиолетовую помаду. Эта помада, знаете, что я даже сейчас ее возьму и сделаю вам сводч. Дабы, так сказать, не путаться. Так вот, на моих губах помада 835 Sapphire Siren. Сапфировая сирена. И она у меня на губах. Я сделаю сравнительный сводч с другой помадой из этой же коллекции. 830 Violet Vixen. Это более с добавлением сирени. Здесь должно быть видно. Мне нравятся обе, но хочу сказать, что Sapphire Siren, то есть вот эта более синяя, она плотнее по своей текстуре, и поэтому ей значительно проще добиться полноценного эффекта на губах. Да. Ну, а теперь продолжим отвечать на ваши вопросы. У меня сегодня просто I'm on a roll. Я не могу, почему-то не могу найти этот запрос, но я точно знаю, что его был ни один, ни два, а даже, наверное, штуки четыре. Итак, продолжаю отвечать на ваши вопросы, и чтобы совместить, так сказать, приятное с полезным, отвечаю на вопрос, который явно имеет отношение к тому, что у меня сегодня на губах. Итак, Наталья спросила два дня назад, а вообще интересно послушать, как одеваются люди в Америке на каждый день, на вечеринку или офис, макияж какой? Например, норма ли идти по улице в черной или фиолетовой помаде? Просто у нас не норма. Много ли отличия от России в этом всем? И Виктория ее поддержала, еще там пять человек поставили лайки, поддерживаю вашу просьбу, интересно было еще послушать, на что американцы предпочитают тратить деньги. Знаете, девушки, вы меня пугаете. То есть, как на что? На все. Вы посмотрите на то, что вообще можно купить. Если это можно купить, если что-то продается, значит, кто-то это покупает. Американцы одеваются так, как хочется, красятся так, как хочется. Какая норма? Вы что, в тюрьме сидите, что ли? О чем вообще идет разговор? Меня просто, реально, просто пугаете. Нормально ли идти по улице в фиолетовой помаде? Конечно, нормально, она же у вас на кубах, вы же не ходите, не красите другим людям губы. И дело в том, что, знаете, есть, как бы, Америка, это сложно сочиненная страна с огромным количеством совершенно разных людей. Разница в них не только в их цвете кожи, но там есть совершенно, знаете, многомерное сочетание факторов, которые делает человека таким, как он есть. Поэтому найти и встретить можно все, что угодно. Если, допустим, человек живет в Америке, а я знаю таких людей, которые постоянно, я не знаю, зачем они ужали из России, они постоянно так вот томно вздыхают о том, аха-ха, где же белая Америка, почему я вижу черных людей, почему я вижу индусов, почему я вижу азиат. Я думаю, вы не в ту страну поехали, вам нужно было оставаться где-нибудь там вот в вашей белой Руси или там откуда вы, там, Казахстане, Украине, я не знаю. Чтобы видеть всех одинаковых, и что все будут ходить по норме. Это какой-то кошмар. Девушки избавляются от такого мышления. Это... Это brainwashing. Это... Как же это по-русски называется? Не вынос мозга. Это промывание мозгов. Если у вас в голове есть норма, то вам кто-то сильно промыл мозги. Это дико. Это дико. Здесь люди одевают то, что хотят. Можно пытаться найти какие-то корреляции между тем, что... Ну, например. Например, например. Часто можно увидеть, что девушки молодые, бедные, или те, которые склонны заниматься сексом за деньги, они не обязательно стоят где-то на паперте. Они могут иметь какую-то дневную работу, но еще за деньги заниматься сексом с тем, кто дороже заплатит. В России это практически нормально считается для молодых девушек, у которых там красивое лицо. Особенно в глубинках, которые пытаются закрепиться в больших городах. А здесь это тоже бывает. Вот те девушки обычно очень ярко и многомерно красятся. То есть они красятся как вот на убой. Обычно это признак низкого класса, социального класса. Женщины высокого социального класса обычно красятся очень умеренно. Но также и в тех, и в другом классе, и в среднем классе можно найти людей, которые красятся очень, которые не красятся вообще. Есть очень много бедных женщин, которые не красятся вообще никогда, им не до этого. Есть очень много богатых женщин, которые не красятся вообще. Есть богатые женщины, которые вышли обычно из... Обычно люди, которые были рождены к достатку, они никогда не злоупотребляют макияжем. Это очень редко можно встретить. А вот люди, которые были рождены в бедности, но в какой-то момент стали богатыми, особенно мы говорим о женщинах, они бывают сохраняют привычки своих на районе, и красятся очень агрессивно. То есть в принципе очень полноценный такой полномерный раскрас, это признак, ну это не признак высокого класса, скажем так, социального класса, это единственное отличие в макияже, которое я могу вот как-то прицепить за уши. Но в целом, как я уже сказала, есть женщины всех классов, которые красятся, не красятся, красятся чуть-чуть, красятся нейтрально, красятся ярко, красятся черная подводка, красная помада, красятся смокия и бежевая помада, красятся фиолетовые губы, ресницы, зеленые волосы. Так, а хотят. Чем шире у вас круг знакомств, тем больше вы увидите этих различий. Да. Если у вас очень мало знакомств, или живете в каком-то очень консервативном округе, где есть такая тоже нормировка, то вам возможно увидеть только одну часть. Но на самом деле, если смотреть на общество в целом, здесь есть абсолютно все. Нормы, это только то, что вы считаете нормой для себя. Дальше. На что американцы предпочитают тратить деньги? Ну, как я уже сказала, если что-то продается, значит, кто-то это покупает. На все, что хотят, все они разные. Кто на что? Есть американцы, которые тратят на здоровье, есть, которые тратят на путешествия, есть, которые тратят на машины, есть, которые тратят на доматрии, есть, которые тратят на благотворительные, есть, которые тратят на животных, есть, которые тратят на какие-то гаджеты и электронику, есть, которые не тратят вообще, есть, которые тратят слишком много, есть, которые зависят от казино, есть, которые увлекаются. увлекаются психотерическими наркотиками, есть, которые увлекаются с удовольствием, есть, которые увлекаются построением бизнесов. В общем, всё есть. Нет такого, нет списка того, на что американцы тратят деньги. Всё, на этом мы закончимся. Мне, честно говоря, просто выносит мозг, когда люди такие вещи спрашивают. Как будто кто-то высечен из камня. Как вы живёте в России? Ужас какой-то. Если вот такие вопросы вам не кажется странным задавать, я за вас волнуюсь. Я прям волнуюсь за вас. Так. Очень интересно узнать, как в Штатах строятся взаимоотношения людей и домашних животных. Можно ли с собакой зайти в кафе, в магазин? Как одевают собак? Много ли требований к содержанию животных в квартире? Не знаю. Такой, это короткий ответ. Не знаю, у меня нет собаки, у меня нет животных. Я знаю, что в большинстве мест, если вы владеете своим жильём, собственно, вы можете делать там всё, что хотите, а если вы снимаете жильё, то это сильно зависит от бизнеса, который владеет этими съёмными квартирами. Наверное, в среднем проще иметь домашних животных, возможно. Зависит. Зависит от штата, зависит от места, зависит от непосредственно хозяина этого комплекса квартир. Бывает, что не принимают животных вообще, а бывает, что нормальных животных. Обычно вы доплачиваете некую сумму за то, что какой-то депозит кладёте дополнительный, потому что собаки, кошки могут повредить мебель, могут повредить встроенную технику, могут... там запахи какие-то могут быть и так далее. Придётся им нанимать профессиональных чистильщиков, если вы съездите с квартиры. Поэтому вы кладёте какой-то депозит и какую-то дополнительную сумму платите в месяц. Сумма сильно разнится. Кто-то платит 30 долларов, кто-то 300 в месяц. Зависит от того, где вы живёте и какое место вы снимаете, какого размера. Помещение. Как одевают собак? А зачем их одевать? Кто-то одевает, наверное, по приколу. Но так, в принципе, это больше по приколу. Я не думаю, что это норма. Иногда одевают собак короткошёрстных, если люди живут сильно где-то на севере и любят гулять с собаками по долгу. А так, скорее по приколу, нежели... Я не думаю, что это является нормой, что собаку нужно одевать. Можно ли с собакой зайти в кафе в магазин? В магазины чаще всего нельзя. Потому что животные могут неадекватно себя вести в незнакомой обстановке, в окружении кучи незнакомых людей. Они могут угрожать здоровью и людей в этом месте, и, собственно, товары. Ну, конечно же, бизнесы больше волнуются за свои товары, чем за людей. Ну, аргументация такая. В кафе не так часто. Обычно, если у кафе есть столики на улице, то с большой вероятностью, с небольшой собакой вам разрешат там находиться. Внутри менее вероятно. Есть специальные кафе, в которых это можно. Обычно владельцы этого кафе сами очень любят животных. Но это надо поискать. Я бы не сказала, что это прям вот по умолчанию вам дано. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Следующий вопрос. Продолжаю отвечать на ваши запросы и вопросы. Здравствуй, Маша. Извини за вопрос. У меня расположены зубы так же, как и у тебя. Только сильнее. Всю жизнь стеснялась. Это какое-то завуалированное оскорбление? Что? Во-первых, я не знаю, у вас зубы, у меня зубы, давайте не будем ровнять. Меня вполне устраивают мои зубы. Так что вы можете снять с чего хотите. Я, в общем, вполне гармонично себя ощущаю своими зубами. Ты пробовала их ровнять? В смысле? Руками, что ли? В плане брекетов? Нет. Нет, я не носила брекеты. Есть сейчас новая система InvisiLine. Тоже пока планов у меня нет. Это дело от меня все устраивает. И ты их отбеливала? Если да, то чем? И есть у тебя ролики по макияжу. Вы тоже совсем издеваетесь надо мной. Есть у меня ролики по макияжу. У меня есть целый лист роликов по макияжу. Не смотрит человек канал, не смотрит. Но вопросов много. Так, отбеливаю ли я зубы? Нет, я не отбеливала. Хотя нет, вру. Я покупала отбеливающий карандаш. Что-то типа Zero White или что-то в этом роде. Какая-то из блогеров, которой я по глупости своей доверяла. В какой-то момент сильно их рекламировала. Я прям разбежалась, пошла купила. Немножечко зубы отбеливались после двух недель. Постоянного применения. Но при этом возникала сильная их чувствительность. И вообще это было не очень приятное занятие. И чем больше я читала про отбеливание зубов, тем больше я приходила к выводу, что это им больше вредит, чем помогает. В принципе, на мой взгляд, если зубы у вас крепкие, то отбеливание может быть для вас приемлемым, скажем так, приемлемым решением. Я предпочитаю просто чистить зубы, делать им чистку раз в год, специальную гигиеническую чистку в зубном кабинете. Они, в принципе, кстати, неплохо чуть-чуть светлеют, просто даже после обычной чистки. И если у вас такие прямо проблемы, что у вас чувствительные зубы при этом... И обычно как раз чувствительные зубы с тонкой эмалью, они желтее всего. Потому что тонкая эмаль и краски, вот эти красители попадают глубже, чем с зубами с толстой эмалью. В таких случаях, мне кажется, если это прям действительно такая у вас проблема, и вы так прям страшно по этому поводу переживаете, то можно начать с того, чтобы нанести просто тонкий слой бондин, то есть как пломбы, считаете, наносятся на те места, где у вас уже виден корень зуба и там коричневое что-то, или какая-то такая вот именно не легкий желтый налет, а когда уже как-то дентин, да, начинает прокрашиваться. То можно делать просто выравнивание цвета местами, а пломбирование. Можно делать ламиниры или виниры, но как бы я пока не вижу в этом смысла. Меня особенно не беспокоят эти вещи, и я не хочу портить здоровье своих зубов, они у меня так чувствительные. Поэтому да, обеливание, ну, я считаю, не для всех, и я не вижу в нем особенной такой вот прямо, ух, пользы. Так, 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 так. Да. Это, наверное, все, что касается этого вопроса, больше отвечать нечем. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»